Я вас здравствуйте. Вчера буквально купил вот такую штуку. Это комплекс всяких хороших вещей для топливной системы дизельного автомобиля. В общем суть в чем, что если кто помнит раньше у меня был, точнее сейчас там есть ролик про Pradig, там я говорю, что неплохо было бы топливной доливать в соляру двухтактное масло. Ну и в общем-то вот с этого наверное все началось. Здесь все есть, вот все что можно пожелать, все что можно было раньше собирать, то есть здесь вот мы масло залили, здесь мы доливаем цитановый бустер, который добавляет ему цитань числа на несколько пунктов и так далее. Здесь какие-то моющие, здесь еще что-то. Вот здесь все сразу в одном флаконе. Стоит это две с половиной тысячи, если я правильно помню. Вот этого бутылька хватает на тысячу литров. Ну думаю, что более чем разумно и экономно. Ну то есть как бы это не мягко говоря не очень дорого. Давайте про то, что написано. В общем вот такая штука. Штучка новая, то есть ну как бы она недавно у нас появилась, возможно где-то она уже есть давно, но на баклажке вот здесь вот написано, что здесь, ну в общем поверьте мне, здесь написано, что это шестой месяц. Залил себе 300, ну в общем больше залил чем нужно, сверх удалил топливом, будем посмотреть, сегодня первый день, ничего не буду говорить, потому что еще ничего не понятно. Есть люди, которые рассказывают, что на спринтера залили и спринтера во-первых работают тише, ходят там. Ну ребят, для меня это не показатель, как сам увижу, сам почувствую, что-то расскажу. Заливаю на самом деле не для того, чтобы там как-то стало быстрее и так далее, или где-то допустим тише, или почистить топливную, нет. Вопрос здесь в том, что я ее лью просто потому, что ну или мне лить двухтактное масло, которое стоит, ну плюс-минус этих же денег, или мне лить вот эту присадку, которая стоит тех же денег, но имеет большой комплекс всего здесь насущного, что нужно для топливной и в принципе без проблем. Значит, что бы хотел сказать, ребят, ну вот, вот, я ее открыл, давайте я открываю, я открыл, ну тут была пломба, залил, закрываю на ваши глаза, чтобы было понятно, чтобы не думали, что я там как-то докапываюсь ни в коем случае. Я очень, мягко говоря, лояльно отношусь к этой компании, потому что я много лет на ней езжу, на всяких разных машинах. В общем, вот, закрыл, вот видно, да, что прям хорошо, а теперь слушайте, то есть не герметично. Это при том, что вот эта фигня адски воняет, то есть если вы эту фигню открыли, залили присадку, закрутили, пломба. Ну вот, 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 вот еще, все равно она как бы, ну я думаю, что слышно, да, что она не деформируется, в смысле вот это. Это неприятно, потому что это будет воня, она 100% будет все равно разливаться, если она вдруг будет валяться, как-то не, ну не стоя в кармане, где-то в машине, ну либо, а просто тупо отскивая. Первый момент. Почему бы не сделать было железку, во-вторых, причем есть же ДОТ в них, четвертый, ну в смысле тормозуха у Манула есть, там куча всего. Ну, думаю, железо было бы лучше, почему, потому что в 0,5 в баклажку железную из-под присадки для масла перелил остатки. Ну там чуть больше, грубо говоря. Вот, и, собственно, там-то все герметично, и все это дело благополучно положил в машину. Второй момент, ребят, ну вот серьезно, ни градуировки, ни соска вот этого наливного, ну как-то вот, как-то вот. Вот, хотелось бы видеть вот эту штучку в каком-то таком бутыльке, который, наверное, вот антигель у вас есть, вот-вот. Вот если бы это еще вот бутылек в такой хороший сделать, с мерной отдельной чашкой, отделением, да, вообще будет супер. А в целом, в целом, ну будем посмотреть, что-то здесь очень рано говорить. Эстеры есть, это уже плюс, это пятая группа, то есть это не просто там, условно говоря, да, то, что мы обычно понимаем под маслом, гидрокракинг или там какой-то. Еще вариант там минералки, полусинтетики, синтетики и так далее. Это даже не ПАО, это еще круче. На молекулярном уровне все это остается на железе, и масляная пленка просто тупо не рвется. Я понимаю, что я рассказываю очень утрированно, невозможно меня сейчас поправят специалисты, наверное, соил клуба кто-то меня поправит. Ребята, вы классные вещи делаете, ну, не во всем я с вами согласен, но в целом вы, ребята, классные, и сам давно смотрю на вас, и, в общем-то, во многом согласен. Ну, поправьте меня, если я где-то не так, с удовольствием в комментариях, почитаю комментарии от всех. А так будем, будем посмотреть, что из этого в итоге будет. Так что, ну, как-то так. Буду рассказывать, наверное, не здесь, в каратышах, буду рассказывать, наверное, в Инстаграме. В Инстаграм, там же по ссылочке в описании все это будет. Ну, вот как-то так. Обзоры, обзоры будут, и если вдруг кто думает, что все, перешли на масло, нет. Это параллельная вещь, которая просто, ну, вот она появилась у нас, и, в общем-то, решил записать все. Всем всего хорошего, до связи.